привет меня зовут дация добро пожаловать в проект беременность салан сегодня мы начинаем большую серию видеороликов на тему моей второй беременности кто со мной знаком я веду свой youtube канал на котором показываю нашу семейную жизнь с моим мужем и маленьким сыночком рэмом которому почти два года и сейчас мы запланировали второго малыша или точнее сказать мы уже беременны наша вторым малышом и вместе салант будем проходить этот путь вместе и конечно же также будем показывать вам как проходит наша беременность как проходят наши роды и конечно же первые месяцы с новорожденным поэтому усаживайтесь поудобнее сегодня первый видеоролик в котором я покажу вам как я узнала о том что я беременна поехали подруги привет и добро пожаловать на мой канал на сегодня видео из серии беременность номер два попытка номер пять так что у нас по датам с вами сегодня у нас 11 день после овуляции и получается раз два три четыре четыре дня до предполагаемой даты следующих месячных ждала как раз таки 11 день после овуляции для того чтобы начинать писать этот видеоролик а все потому что ко мне прилетели из америки тесты которые я специально заказала для этого видео называется first response эти тесты в америке считаются тестами номер один у них розовый краситель которая показывает тестовую и контрольную полоску бытует мнение что именно розовый краситель в тесте означает более аккуратный результат меньше возможности липовых или полосок испарения и в общем этот тест он как-то больше связан с позитивным результатом нежели чем с негативным второй тест который я буду делать это clear blue это не цифровой обычный тест и здесь в упаковке два теста кстати first response тоже два теста и сделала вот этот дешевенький экспресс тест это была единственная марка тестов которые я нашла в россии большую упаковку там их 50 штук но чувствительность у него достаточно низкая то есть на упаковке написано что покажет результат девяносто девять и девять процентов в первый день задержки следовательно вопрос создается нафига делать упаковку 50 тестов если он показывает только в день задержки но не знаю в общем упаковка есть тестов дофига поэтому тоже будем делать все дни этот тест и дабы не тратить время давайте запустим наши тест ну и как раз проверим какой из тестов более чувствительный вот так выглядят наши тесты 1 значит clear blue 2 красота first response у него даже крышечка такая розовенькая нежная и третий маленький стрип который скорее всего для нас в этот раз будет сильно бесполезным ну да ладно на этих тестах я пишу четверочки то есть это означает 4 дня до предполагаемой даты следующих месячных вот две четверки помещаю их в упаковке дабы у меня не было никакого искушения на них смотреть давайте засекаем время все погнали блин я даже не знаю как лучше сделать сначала вам показывать или сначала с собой смотреть ладно сама буду смотреть ничего там короче начну с экспресс-тестом которые сто процентов будут негативные чего подожди там есть полоска подруги там есть полоска так давайте сначала гленду У меня же все. Мой плюсик, подруги, плюсик. Ну и розовый. Подруги, ну это уже все. Ну это уже все. Видите, это уже 100%. Я знала, что ты принесешь мне удачу. Мама дорогая, подруги. Это позитивный результат, вы представляете? Все, у меня мозг отключается. Я даже не знаю, как реагировать, что говорить. Короче, как есть, подруги. У меня все руки в фломастере несчастном. У меня на самом деле нет больше времени сидеть и радоваться этим тестам. Я не знаю, как я сдержусь эти дни, чтобы не сказать об этом Арсу. Буду в моменты немощности своей включать камеру и с вами разговаривать. Но сегодня у меня больше нет времени, потому что скоро вернется Арс. И мы должны уже будем отправиться по нашим делам. Все, увидимся завтра. Завтра будем делать дальше наши тесты. И будем следить за тем, как наши полосочки, наши плюсики, они становятся темнее, ярче. И очень надеюсь, что в этот раз... Малыш, держись! Ура! Все, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подружки, смотрите, что я одела. Наш счастливый беременный свитер. Я, конечно же, надела этот свитер и будем надеяться, что он принесет мне удачи. Сразу попрошу, не обращайте внимания на мои волосы. Это какое-то временное недоразумение, которое в целом, мне кажется, идеально отображает взрыв мозга, который у меня сейчас все эти дни происходит. Я просто в шоке от того, что происходит. Короче, сегодня у нас с вами последняя задача сделать вот этого парня и посмотреть, наконец-то, на не только полоски, но еще и на буквы и на цифры, которые, я надеюсь, покажет именно этот тест. То есть, это цифровой тест Clearblue, который я делала в прошлый раз, когда забеременела Рэмом. Ну, в общем, очень хочу увидеть, что там написано «беременна» и показано, сколько недель я беременна. Ладно, все. Давайте делать самое важное и самое большое. Цифровой тест Clearblue. Будем надеяться, что мы увидим правильное количество неделек, да и, в принципе, что мы эти недельки там на нем увидим. Я просто поверить не могу, что это происходит со мной, что, наконец-то, пришел тот день, когда я реально забеременела второй раз. Ну что ж, поехали делать цифровой. Подружки, есть! Есть! И он показывает прям 3+. Это означает, что все в порядке, все растет, все развивается. Ах, слава тебе, Господи! Как это круто! Подруги, как это круто! Наконец-то! Ес! Так, ну вот они, мои счастливые тесты. Смотрите, как они прекрасно выглядят. Хорошо, что у нас тут происходит. Значит, эти тесты конкретные, они делались впервые за 4 дня до предполагаемой даты следующих месячных. И вот эти цифры как раз-таки обозначают 4 дня, 3 дня, 2 дня, 1 день. День месячных – это нолик. И минус 1 – это уже первый день задержки. Ну вот, собственно, здесь можно посмотреть, насколько меняется полоска. И она становится темнее и темнее. И вот минус 1 уже видно, что тестовая полоска, она темнее, чем полоска контрольная. Часто бывает, что если ХГЧ прям зашкаливает, тогда полоска тестовая, она вытягивает весь краситель из контрольной полоски. И контрольная полоска становится еле заметной. Но не наш случай. Поэтому контрольная полоска всего-навсего темнее. Что произошло с нашими Clear Blue и синим красителем? Вот здесь как раз-таки классно видно, насколько большая разница в розовом красителе и в синим красителе. Потому что 4-3 день, если вы отмотаете ролик на самое начало, вы увидите, что полоска там была. Она исчезла буквально через день. То есть этот краситель, он не то чтобы испарился, а он как будто бы, не знаю, будет ли видно, но этот краситель, он как будто бы, видите, он спал на края этого окошка. То есть он туда весь свалился почему-то. И здесь снизу тоже очень хорошо видно. И по итогу на самом тесте вроде бы как бы полоски и нет. Здесь она появляется и остается на втором дне. Первый день уже плюсик. Нолик тоже как-то подиспарился чуть-чуть. И минус один уже явный-явный плюс. И как я уже говорила, у меня было огромное количество вот этих дешевеньких стрипов. И вот их я как раз-таки делала прям до 10-го дня задержки. Потому что в упаковке их было 50. И в целом на упаковке написано, что чувствительность у него не сильно большая. И это означает, что этот тест позитивный результат покажет только с первого дня задержки. Что у нас не произошло. У нас тест показал позитивный результат намного раньше. Вот двоечка. Это означает 2 дня до месячных. И 13-14 это 13-й день после овуляции. И вот я увидела первую полосочку. Вот она здесь проявляется, проявляется. 16-й день после овуляции или первый день задержки уже так нормально. И потом она уже становится темнее. Вплоть до 10-го дня задержки, когда тестовая полоска стала шире и интенсивнее, чем контрольная. И, конечно же, самый последний, но не менее важный тест. Это цифровой тест, который мы только что с вами сделали. И он показывает беременна 3+. По срокам все правильно. Больше чем 3 недели. И с момента зачатия у меня срок. Сейчас осталось только дождаться момента, когда я смогу пойти сделать УЗИ. А это снова, ну, я думаю, минимум 3 недели ожидания. В целом-то, наверное, нужно дождаться 7-8 недели беременности для того, чтобы увидеть что-то дельное в УЗИ. В прошлый раз, когда я была беременна Рэмом, мы пошли на 6-й неделе. То есть полные 6 недель уже были. Это начало 7-й. И ничего не было видно. Это, в целом, конечно же, еще и зависит от аппарата УЗИ. Ну, в общем, снова неделя ожидания. Блин, я просто своим глазам не верю, подружки. Просто не верю. Мой заветный долгожданный плюсик. Ах, это просто круто. Ладно, все. На этом я заканчиваю этот видеоролик. Поздравляю нас всех. Мы дождались с вами нашего плюсика. Сейчас мне нужно придумать, как я об этом скажу Арсу. В прошлый раз у меня никакого сюрприза не получилось. Просто потому, что делала тест рано-рано с утра. Прямо 6 часов утра, мне кажется, я подскочила. Пошла делать тест. И ровно так же и Арсу спящему его и вручила. И сказала о том, что мы беременны. А в этот раз я все-таки хочу сделать сюрприз. Я не знаю, как это снять, как это сделать с его графиком. Как это подгадать. Я точно знаю, что я хочу сделать такую коробку, в которой будет детская одежда. Будут эти тесты. Так, чтобы он открыл и, в общем-то, этот сюрприз увидел. Но мне нужно придумать предлог. Он всегда обращает внимание на детали. И особенно, если он чувствует, что со мной что-то не так. А я, человек, как вы знаете, сильно нетерпеливый. И мне нужно подсобраться, чтобы, блин, не ходить с улыбкой. Непонятно, в каком таком сильно добром настроении. Потому что, мне кажется, эти дни я реально хожу так, будто бы у меня во рту вешалка. Вот серьезно. У меня просто наитупейшая улыбка на лице. И Арс, он как-то иногда на меня странненько поглядывает. Я, конечно, ему рассказываю о том, что мы тут с бабами шутим, мы что-то ржем. И вообще я счастлива от того, что у меня отпуск. Но в целом он обычно замечает. И он мне как-то говорил, он говорил, я не могу дождаться этого момента, когда ты забеременеешь. Потому что, когда ты была беременна, ты была такая добрая. Черт, надо быть злее. Мне нужно на него наорать и вообще наехать за что-то. Придумать какой-то предлог. Так вот, короче, нужно мне маскироваться для того, чтобы он ничего не заподозрил. Придумать предлог. Почему? Если он камеру заметит. Потому что я хочу, естественно, снять это для вас. Может быть, я придумаю, что нам нужно сесть вместе и ответить на вопросы. Там какое-то видео снять. И в коробке там, может быть, будут эти вопросы-ответы. Но как? Короче, я не имею ни малейшего понятия. И увидимся с вами, подруги, в следующем моем видеоролике. Скорее всего, этот видеоролик будет на тему того, как я рассказываю мужу о том, что я беременна. Очень надеюсь, что вы так же счастливы, как я. Я прекрасно понимаю, что это только начало. И для всех тех подруг, которые за меня волнуются, и которые будут писать мне комментарии, чтобы я слишком уж тут не радовалась, поскольку это только самое начало. Еще нужно подтвердиться на УЗИ у доктора. Еще нужно дождаться окончания первого триместра, скрининга и так далее. Я все эти моменты знаю. Я все это учитываю и все это понимаю. Но, подруги, вот честно, я хочу жить в сегодняшнем моменте. Вот в этом моменте, когда я вижу свои полоски, когда я вижу, что на моем тесте написано, что я беременна, и я просто хочу быть счастливым. Я не хочу омрачать вот этот радостный момент какими-то волнениями того, что реально еще не произошло и, скорее всего, и не произойдет. Я очень-очень хочу радоваться вот именно в этом моменте, быть счастливой и подумать только об этом. А в остальном обо всем уже думать по мере поступления. Договорились? Давайте. Сейчас будем радоваться все вместе, будем в хорошем настроении, потому что, действительно, сегодня ролик позитивный, сегодня наш день прям крутой. И держите за меня кулаки, чтобы у меня получилось сказать Арсу о том, что мы беременны, сделали для него классный сюрприз. И, что немаловажно, снять этот процесс на камеру для вас, для того, чтобы вы тоже имели возможность посмотреть, и чтобы мы могли поделиться с вами этой радостью. Все, я не могу. Пока.